Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фаберлик без прикрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и правдивые отзывы. Давайте начнем с краски, потому что я знаю, что многие из вас ждали на нее отзыв. Это Ботаника 8.1. Последний раз мы с вами красились, я использовала две упаковки. Первый раз взяла краску Ботаника, потому что как-то не вызывала доверия, вроде как-то дешево и ненадежно. И что хочу сказать? Ну, во-первых, цвет 8.1 не такой, как на упаковке. Кто не видел это видео, в инфобоксе будет ссылочка на него. Можете пройти посмотреть, да, как мы с вами красились. Цвет совершенно не такой. Вот он у меня на волосах. Кстати, кто говорил, что краска Фаберлика, ну и вообще краска не осветляет, что надо сначала осветлить, тоже как бы ложь. Краска осветлила. И вот результат вы можете видеть у меня на волосах. 8.1. И что хочу сказать? С учетом того, что база была достаточно темной и до этого осветленной, и я бы даже сказала рыжей, краска очень достойно держится. Она практически не смывается. Она гораздо более стойкая, чем Фаберлик Эксперт Колор, поэтому я в шоке, девчонки. Артикул 8775 рекомендую. И в следующий раз буду краситься, ей тоже возьму две упаковочки. Прям вообще понравилось. Сказать, что она там очень как-то сильно жжет, не могу. Жжет обычно, как все светлые краски. Но она стойкая, она реально стойкая. Так, поехали дальше. Из серии Дом Фаберлик закончилось вот такое концентрированное универсальное средство для полов и стен. Очень люблю его, буду повторять. Артикул 11217. У него обалденный аромат. Для меня, знаете, какой свежескошенной травы. Очень классный. Прекрасно моет полы. Ламинат, линолеум, никаких разводов не оставляет, поэтому это всегда маст хэп. И концентрированный гель для мытья посуды. Сода эффект 2 в 1. Относительно недавняя новинка. 0 плюс, что ценно для меня сейчас. 397 артикул. Хорошо отмывает. Все прекрасно. Я не скажу, что это сода эффект или как-то средства изменились после перевыпуска. Нет, мне кажется, то же самое. По консистенции пахнет лаймом больше. Таким зеленым. А, свежий лайм, да. Но одушка не сильно ярко выражена. Больше какая-то такая вот зелень. Похож, кстати, на это средство по аромату. Обычное средство для мытья посуды. Хорошее, как и все фаберликовские. Поэтому никаких нареканий. По жидкости, по консистенции оно такое средненькое. Так, из малышковой серии покажу два продукта. Салфетки. У меня их закончилось невероятное множество. За это время артикул 1798. Здесь 50 штук. Они классные. Беру и буду брать всегда запасы. Вы мне можете видеть их в заказах. Они большие. Они хорошо пропитаны. Никаких нареканий, аллергий у ребенка не вызывают. И так далее. Поэтому да, да, да. Так, и комплекс экстрактов череды, лаванды и календулы для купания малышей. Тоже такие комплексы. Летят как вода. Я стараюсь не часто применять. Раз в недельку с такими средствами купаю. Но у него большой расход. Хотя здесь 20 мл написано на ванну. Но не знаю, мне почему-то сюда хочется налить побольше. Потому что это травки, это отвары, это полезно, это классно. Артикул 17.00. Средство обалденное. Вся эта серия вообще у меня только восторг вызывает. Сама ей пользуюсь. Закончился вот такой гель для душа Бонжорно Таиланд. Это у нас с вами кокос. Забыла уже аромат. Кокос. Действительно кокос. Такой сладкий, слегка приторный. Артикул 17.29. Мне это для них нравится. Они пенятся хорошо. Кожу не пересушивают. Он такой вот зелененький. Никаких нареканий. Густые гели, которые пенятся хорошо. Поэтому да, да, еще раз да. Закончились средства, так сказать, защиты. Это дневные и ночные прокладки. Я уже много раз вам пела оды о них. И многие девочки меня поддержали, что с ними почему-то во время критических дней меньше болит живот. Если оно у вас болит вообще. Да, и меньше тянет низ живота и так далее. За счет анеонового чипа или еще чего-то я не знаю. Я не специалист в этих вопросах. Так, дневные у нас с вами артикул 112.89. Они вот так выглядят. Видите, вот на картиночке. Они достаточно большие, они тонкие. Кто-то написал в комментариях мне под видео с последним заказом, что они толстые. Я не знаю, они тончайшие. И вот так выглядят ночные. Так, у них здесь 7 штук. Дневных 10. 112, 95. Когда по хорошей цене, я прям запасаюсь. Потому что обожаю. Вот, девчонки, перепробовала множество. Эти обожаю. Вот так они выглядят. Видите, тут сзади они такие широкие, как крылышки еще сзади дополнительно. Это очень удобно. Они длинные. То есть, вот, хорошо защищают на самом деле. Так, закончился порошок. Да не один, но показываю вам пачку одну. Это альпийские лука. Артикул 322. Всегда их хвалю. После перевыпуска они стали классные. Формулы усилены. Отстирывают все. Вещи выглядят не застиранными. Опять же, ноль плюс я вот малышке два месяца этим порошком тоже стирала. Ничего, никаких нареканий. Постель на белье и одежду. Все прекрасно. Все идеально. Поэтому, да, за безопасность. Особенно, когда у тебя в доме маленькие дети. За безопасность я иногда с ним даже полы мою. Знаете, чуть-чуть совсем в тайзик. Прям вот щепотку добавлю. Знаете, и для аромата. И как бы, ну, тоже для безопасности промываю полы с нашим порошком. Прям щепоточку. Так, дальше. Продукты. Закончился кетчуп классический из помидоров черри. Они без сахара, не чают, да. Так, артикул кетчупа, по-моему, на донышке был, да, 160-50. Вкусный тоже всегда повторяю. Замену ему найти не могу. Для меня это самый вкусный кетчуп. Поэтому, естественно, отдаю ему предпочтение. То, что здесь нет сахара, это тоже на самом деле ценно. И майонез. Но майонез больше повторять не буду. Точнее, соус они называют, да, его. Это оливковый. Кстати, кетчуп 280, майонез 250. 161,21. Во-первых, дороговато, если за кетчуп я готова отдавать, потому что он самый вкусный. А этот майонез, он для меня не самый вкусный. У меня есть любимые и вкусные, которые на акции отбывают магнитики. Там пятерочки гораздо дешевле. А так он вполне достойный. Он действительно вкусный. И, опять же, здесь хорошие составы на самом деле. Так, дальше, девчонки. Выкидываю помаду. От нее потерялся, потому что колпачок. И дочь заиграла с ней. Кто любит вот такие яркие розовые оттенки. Видите, вам сейчас камера хорошо прям передает на солнышке. Я вам скажу артикул. Я уже не помню, из какой она серии. А, это Кибальм. Это Кибальм, девчонки. 406,95. Вот такая вот она яркая розовая. Кстати, у меня сейчас помады нет. Хотите, накрашусь ей перед тем, как выкинуть. Потому что я так ее не хочу носить. Она сильно розовая. Была бы она чуть-чуть в коралловый или в красный отлив. То да. А дочь уже игралась. И наигралась. Она, в принципе, практически целая. По оттенку не подходит. Колпачок потерялся. Не, не буду. Кибальм это помад бальзам. Смотрите, какая у нее насыщенная пигментация. Так, во всех, кстати, оттенках. У меня есть другие оттенки этой помады. Вот, видите. Если кому-то такой цвет надо, кто-то искал такой цвет, то, пожалуйста, 406,95. Так, дальше закончилось вот такое лосье на черных точек из линейки N4W, артикул 0468. И он действительно классный, девчонки, на жару. Я им спасалась просто. Он содержит как будто ментол и немножко холодит кожу, охлаждает. Не скажу, что он ее матирует. Нет, он ее не матирует. Если жара, вы через 3 минуты опять у вас будет лицо потеть и будет все равно жирным. Но, по крайней мере, в течение дня вот так вот облегчает ситуацию на самом деле. И если вы склонны к высыпаниям, то жара тут только будет все отягощать, да, и ухудшать. Поэтому вот этот вот продукт рекомендую на самом деле. Так, закончился вот такой крем Happy Hands. Это недавняя новинка, артикул 2509. Это у нас в основном крем для рук слабоват. Я его добила на ручки, на ножки, но слабоват. То есть после первой помывки рук или даже в воде чуть-чуть поколупались, все, опять сухость, если у вас сухие руки. Он очень слабый, и я думаю, что это перевыпуск серии про ноги, про руки, поэтому вот средства из этой линейки для меня лично слабовато. Блавство. Хочется хотя бы, чтобы две помывки рук или больше выдерживал крем, да, а не вот так вот. То есть, ну, для меня вообще вода водой поток. Поэтому, конечно, не повторю, взяла чисто протестировать, чтобы вам отзыв свой оставить. Закончилась карбокс-терапия. Все три шага. И уже я пополнила запас новыми продуктами. Первые два шага артикул 0,294, а третий шаг маска 0,295. Такие у меня все помятые БУ. Я люблю, девчонки, карбокс-терапию. Я вам уже давно об этом говорю. Мне нравится. Выравнивает тон лица, хорошо очищает кожу. Есть даже какой-то лифтинг-эффект, увлажнение. В общем, кожа после этой процедуры выглядит отдохнувшей, здоровой, красивой, хорошей. Поэтому я эту процедуру очень люблю и всегда тоже в запасе у меня есть, когда бывают хорошие скидки. Я беру всю эту систему. И особенно третий шаг маску тоже не брезгую, потому что вот она работает вообще круто. После этих двух шагов от нее вот какая-то упругость что ли появляется. Она такая гелевая, прозрачная. Некоторые даже ее не смывают. На ночь оставляют. Она впитывается. Кожа после нее очень упругая. Поэтому нравится. Действительно нравится. Как все эти три шага работают в комплексе. Так. Дальше. Закончился дезодорант 48 часов. Частота лотоса. Артикул 22,42. Мне не очень он понравился по аромату. Сладковато. Я все их брала. Поэтому больше всего мне отсюда нравится зеленый и голубой. И никаких 48 часов здесь естественно нет. Но на 24 часа мне хватает. Они без спирта, что тоже ценно. Поэтому я ими пользуюсь на постоянной основе. Они у меня всегда в запасе. И последний продукт, который покажу, это сыворотка для роста ресниц. Вот так она выглядит. На конце здесь видите такой спонжик. Артикул 11,24. И это действительно работающий продукт. Вот у меня для роста ресниц кончилось, а для роста бровей осталось. Я и когда для ресниц по акции беру для ресниц, когда для бровей, для бровей. Мне кажется, они работают одинаково. Единственное, что там нет спонжика, которая для бровей. Но тем не менее, я и ресницы, и брови одной и той же сывороткой прорабатываю и вполне себе нормально. Через 10 дней где-то заметят эффект, если на ежедневной основе хотя бы раз в день на ночь будете наносить спонжиком, прорабатывать линию роста ресниц, потому что нам все-таки нужно с вами укрепить луковицы луциные, да, и бровки. Очень удобно. А потом прочесываем верхние и нижние реснички. И где-то через 10 дней уже виден эффект. Почему-то, хотя сыворотка прозрачная, ресницы, брови становятся интенсивнее по цвету, то есть они такие становятся темные, черные, и начинают расти даже там, где не росли. Я вам уже рассказывала в обзорах каталога, у меня вот прям в уголке глаза пришлось выдергивать, начали расти ресницы после вот этой сыворотки. Если пользоваться и не пропускать, то эффект прям классный. Вот пропускайте день, несколько дней, все, как будто заново опять начинается этот накопительный эффект. Имейте в виду. Ну вот и все, мои хорошие, вот такие баночки скопились у меня в этот раз. Если отзывы были вам интересны и полезны, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте о своих любимых продуктах Фаберлик. Я вас всех очень люблю и целую. Всем пока-пока.